Снова я, на этот раз я решил рассказать про сотовый телефон и как я менял свой телефон. Как вы знаете, в Японии существует три сотовых оператора. Это Teiyu, Dokomo и Softbank. Вот, значит, когда я только приезжаю сюда, то есть иностранец там или, ну там, например, студент там или только работает, то есть в основном все иностранцы подключают Softbank. Не знаю почему, но, видимо, может быть, самая популярная среди иностранцев связь. То есть я тоже, когда приехал, только сразу подключил вот Softbank. Вот, как там было, в общем, там, значит, я брал себе iPhone 4s, но по специальному пакету скидочному для студентов. То есть именно то, что вот это самое, ну как бы если я студент, то есть мне дают скидку примерно на 50%. Вот, там еще были всякие акции, ну то есть можно было это самое, попасть в какую-нибудь акцию, там, например, и там связь на, за первый месяц, например, там, ну как бы вообще не надо было платить. То есть, ну такие акции иногда бывают, но не всегда. Ну, в общем, фишка в том, что когда я подключился только к этой сети, то есть я, конечно, не знал, что да как там, и, в общем, мне там зарядили ценник, конечно, что это сначала там 6000 йен примерно. Вот, но так как там всякие скидки туда-сюда, там в итоге уходило около 4000 йен. То есть, вместе со звонками совсем безлимитный интернет там был, полностью все как бы это самое включено. Единственное, только вот за звонки не надо было, ну как бы надо было отдельно платить. То есть, если там проговариваешь сколько-то минут, за звонки отдельно платишь. Ну, в общем, я платил где-то 4000, но это с учетом студенческой скидки. Если же, например, без этой студенческой скидки, то там больше 6000 надо было платить за этот телефон. То есть, из чего складывается эта сумма? То есть, первое, это, значит, базовый пакет, то есть, в который идет там тарифный план, например, там WhitePlan, вот в этом в софтбанке идет. WhitePlan идет там примерно около там 800 тысяч йен, около того. В нее не включено вообще ничего, просто это пакет, то есть, как бы, что вот вы там платите за связь. В общем, туда плюсуется еще безлимитный интернет, в зависимости от оператора, это может быть там от 2 до 5000 йен. Ну, там может 5-6 тысяч йен, в зависимости от оператора, в зависимости от пакета. То есть, у меня был безлимитный интернет, до 5 гигабайт, там, свыше 5 гигабайт, если накачиваешь, то скорость обрезается просто до 128 килобитр в секунду. Ну, в общем, мне это, как бы, такой вариант устраивал, я не накачивал никогда больше 5 гигабайт, все нормально было. В общем, спустя два года я решил себе поменять телефон, потому что мой контракт заканчивался. Если вы не меняете телефон после окончания этих двух лет, то ваш контракт продляется, по сути, вы будете платить ту же самую сумму, но телефон вам остается. Если ваш телефон остается у вас, то есть, как бы, он и так остается у вас после двух лет, но так вы, как бы, будете платить ту же самую сумму, но всего с одним аппаратом. А вы могли бы, например, после окончания двух лет обменять телефон на еще один, на другую модель и платить такую же сумму, но уже у вас оставался бы и старый аппарат, и новый аппарат. В общем, по истечении двух лет полная стоимость телефонов, соответственно, выплачивается окончательно, и вы можете себе забирать этот телефон. Так вот, как я перешел на следующие, это самое, с этого оператора, я выбрал оператора Докума, вот такой красненький, взял себе Самсунг КТС пятый. Ну, модель тоже хорошая, в принципе, мне нравится, но это самое, в нем, как бы, нужно было платить больше за интернет и за всякие вот эти вот услуги, потому что это Докума. Докума – это самая дорогая, то есть, связь, но при этом самая качественная считается. Так вот, в общем, после того, как я оплатил там эти, там, первоначальный взнос, там в районе где-то там 5000 йен было, в общем, я начал пользоваться телефоном. В общем, пользовался телефоном я не, ну, сказать, не так много, чтобы я звонил там куда-то, в основном интернет. Интернет у меня был там тариф 7 гигабайт, самый дорогой, наверное, из всех, вот, 7 гигабайт, но так как я был по акции, вот, вот, мне, соответственно, делали скидку. Скидка выходила ровно в стоимость телефона, то есть, полная стоимость телефона – это была скидка, то есть, телефон, по сути, я вообще не покупал за него ни копейки, не платил, я платил только за связь. За связь я платил порядка 7000 йен в месяц, то есть, это где-то 5000 с чем-то там за интернет и где-то около 2000 за это тариф был. Вот, но второй раз, когда я брал уже этот телефон, вот этот вот, Galaxy S5, я уже был в курсе, что есть всякие дополнительные опции, всякие сервисы там и тому подобные, там, которые, которые увеличивают стоимость оплаты за месяц, то есть. И я, значит, как сделал, я все отменил все эти сервисы, там, всякие, там, гарантии, всякие сервисные ремонты, там, скидка на запчасти, скидка на звонки и все остальное. Вот, то есть, и мне вышло где-то на 2, на 2,5, даже на 3, наверное, тысячи дешевле. То есть, потому что скидка на звонки это 800 йен, заряд, этот самый, запчасти тоже примерно только же. И, в общем, мне примерно это все выходило около 2-2,5 тысяч, все эти сервисы дополнительные. Если вы их не отключаете, вы будете платить, естественно, больше, чем, ну, как бы, в месяц будете платить больше. В общем, после того, как я отключил, я начал платить, вот, говорю, около 7 тысяч, чисто за интернет и чисто за пакет вот этот вот стандартный абонентский плату. Это, ну, как бы, в принципе, недорого считается. Некоторые люди платят и больше 10 тысяч йен в месяц. Вот, после того, как вот у меня опять 2 года прошло, я решил себе обменять уже телефон еще раз. То есть, потому что, ну, как бы, контракт заканчивается, аппарат, считаю, мне полностью, ну, как бы, погашен. То есть, как бы, пусть он уже мой считается. Вот, я его себе оставляю, берусь, выбираю себе новый телефон, и, соответственно, я заключаюсь с ними, или продлеваю этот контракт, или заключаю новый контракт с Докумом. Ну, можно, в принципе, и с другой сетью. Но, здесь одно ясное. Если вы, например, хотите какую-то скидку получать от этого оператора, рекомендую вам не менять с этого оператора и пользоваться им больше, там, 5-10 лет. Тогда он будет давать какую-то скидку от этого оператора. В противном случае, если вы будете постоянно менять этих операторов, вам не будет никаких скидок предоставляться, ну, за то, что вы постоянно с ними. Так вот, я взял телефон себе, ну, уже Sony X Performance, который. По цене он у меня примерно вышел в месяц столько же, сколько вот этот S5 был. То есть, примерно все телефоны, нормальные японские телефоны, стоят, ну, смартфоны, имеется в виду, там, топовые, не топовые, там, около 8-9 тысяч манов йен. То есть, это выходит, что, ну, 90-80-90 тысяч йен. Но, в зависимости от модели, там, на них тоже идут определенные акции. На какую-то модель, например, идет скидка, там, на связь, на какую-то модель идет скидка на интернет, там, на какую-то модель идет вообще целиком скидка, как бы, на полную стоимость телефона. Так вот, когда я купил себе этот самый телефон, ну, как купил, точнее, обменял, считай, я закрыл свой старый контракт полностью, то есть, и, как бы, сделал себе новый, вот, в этой же компании, вот, номер у меня остался тот же, естественно, сделал себе новый контракт, взял себе телефон. То есть, и у меня как получилось, что там они предоставляли скидку на этот телефон полный, стопроцентную, в общем. То есть, у меня телефон стоил, примерно, 90 тысяч, соответственно, если разделить это на 24 месяца, то есть, на 2 года, то это выходило, примерно, ну, по 200 тысячи в месяц, примерно так. Две, две, может быть, сколько? Не, ну, не две, конечно. Ну, около трех, примерно так. Да. То есть, да, где-то примерно три там, вот, с учетом скидки, то есть, на сам телефон. В общем, так как мне было, это самое, я уже пользовался до этого этой связью, то есть, мне предложили скидку на этот, на полный, считай, практически на 100% оплаты за этот телефон. В итоге я плачу за телефон всего лишь 1000 йен. Да, да, вот, примерно, 3000 была скидка, а сам телефон 4000, в общем, стоил, да, все верно, в месяц. Соответственно, вот у меня сейчас плачу за телефон 1000, а за интернет 5000, примерно так выходит. За интернет 5, ну, и за связь там где-то 800 йен, так, примерно, что-то такое там. В общем, 800 или 1000. И того выходит только порядка где-то 7, ну, там, 7 с чем-то тысяч йен. Это, в принципе, немного, на самом деле, достаточно дешевая эта самая, как бы, цена. Вот. Так как я уже говорил, некоторые люди платят и по 10 тысяч йен в месяц. Так что, если вы, как говорится, волнуетесь насчет вот этих всех, то есть, больших сумм, то есть, как бы, когда приезжаете в Японию, когда вы студент, то есть, спрашивайте изначально студенческий тарифный план для студентов. То есть, для... Там у них обычно идут очень большие скидки, там надо предъявить студенческую визу и студенческий билет. И в этом случае вам могут дать этот тариф студенческий. Так вот, если вы подключаетесь в студенческий тариф, естественно, вам идут разные скидки, разные там идут бонусы, там подарки могут давать. И там могут, ну, могут быть скидки порядка 50%. В общем, я так могу сказать, что в принципе, в принципе, связь в Японии, она дорогая, да. Но с учетом того, что вот такая система со скидками, и очень много всяких скидок идет там, в общем, получается, что аппарат вам дают, грубо говоря, дарят, а вы платите только за связь. Вот, соответственно, все люди, как говорится, они имеют контрактные телефоны, как я уже говорил. В Японии нету телефонов, которые продаются просто так. Ну, то есть, есть только там всякие duty-free, в них продаются free sim. А так вот, если вы покупаете вот у этих операторов, FAU, Documa или SoftBank, у них все контрактные, ну, телефоны. То есть, на два года контракт идет. Вот, то есть, соответственно, вы не можете туда ватнуть свою симку, вы не можете ватнуть туда другого оператора симку. Только одной симкой пользуетесь. Естественно, как бы, когда вы заканчиваете контракт, вы можете этот телефон разблокировать, как я и сделал с этим Galaxy S5 в Documa, я разблокировал телефон за где-то 3000 йен. Это очень достаточно дешево, и, в принципе, теперь я могу пользоваться российскими сим-картами. Вот, с вами был Дэн. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, а мы с вами увидимся в других видео. До связи!